приветствую вас на канале диджи ап друзья ну что соскучились по обзорам интересных студийных микрофонов надеюсь да и как вы уже поняли сегодня у нас на обзоре довольно свежая модель микрофона от компании так стар так стар см 10 те кто в курсе те в курсе а кто не в курсе то знайте так стар это вам не но name так стар это уважаемый завод с большой историей производства микрофонов и они делают микрофоны для многих и брендов западных включая льюит и многие другие и у меня на обзоре уже был один из лучших их микрофонов на мой субъективный взгляд это так стар так 55 если вы по каким-то причинам его пропустили то после этого ролика бегом смотреть ссылка будет в описании и вот здесь вот в подсказке тоже будет ну а сегодня у нас в гостях вот такой вот красавчик прям выглядящий прекрасно это относительно новинка появился насколько я знаю вообще недавно это так стар см 10 и давайте для начала пара слов о комплектации и поставки поставляется микрофон фирменной брендовой картонной коробке внутри которой нас встречает неплохой такой комплект а именно сам микрофон также антивибрационный держатель типа паук паук полностью металлический не очень громоздкий то есть чуть меньше по диаметру чем подобные модели выглядит классно собран крепко резинки здесь в меру эластичные подвес микрофона идеально паук отрабатывает отлично ну и также у паука есть переходник с резьбы 5 восьмых на 3 восьмых дюймов что замечательно и отдельное спасибо за то что производитель положил в комплект пару запасных резинок если у вас вдруг эти порвутся или слишком растянутся но и также в комплекте у нас два поп-фильтра это вот такая небольшая металлическая сетка которая клёво выглядит и крепится непосредственно на сам паук причем крепится достаточно просто и элегантно и в отличие от микрофонов некоторых от компании роут например у паука для этого не предусмотрена специально торчащий какой-то штуки которая будет выглядеть не к месту когда у вас поп-фильтр будет снят ну и второй поп-фильтр представляет из себя вот такую поролоновую шапку которая надевается на сам микрофон она достаточно объемная толстая и неплохо работает но этом в тестах мы еще далее по ходу с вами увидим но и также разумеется с микрофоном идет его документация где помимо параметров микрофона мы можем увидеть сразу график а чеха и здесь мы с вами можем заметить что микрофон это достаточно линейный с небольшим аккуратным подъемом в области высоких частот но это все мы с вами проанализируем далее по ходу ролика ну а сейчас я предлагаю уже переходить к тестам звучания этого микрофона и рекомендую все тесты прослушивать либо на хорошей акустике либо в наушниках ну и далее у нас будут как дикторские тесты и сравнение микрофонов так и вокальные тесты поехали но теперь друзья вы можете слышать как звучит мой голос на микрофон так старт см 10 и звук сразу скажу несколько схож с микрофоном так старток 55 на самом деле они очень похожи ну и давайте традиционно проговорим на этот микрофон его же характеристики микрофон это у нас студийный конденсаторный широкомембранный здесь установлен капсюль 34 миллиметра в диаметре с мембраной с золотым напылением работает он в направленности кардиоида то есть захватывает звук непосредственно перед собой но что касается его характеристик пишет он звук в частотном диапазоне от 20 герц до 20 килогерц обладает чувствительностью в минус 30 децибел эквивалентный уровень собственного шума минус 20 децибел ну а максимальное звуковое давление составляет 140 децибел ну и также на борту у нас есть встроенный лаукат который ослабляет частоты до 100 герц на 6 децибел ну и также есть аттенюатор понижающий чувствительность на 10 децибел и давайте вам сразу продемонстрируем как работает лаукат то есть сейчас вы слышали мой голос на стандартных настройках микрофона и сейчас я активировал лаукат и частоты моего голоса до 100 герц ослабились на 6 децибел то есть из голоса пропала довольно ощутимая часть басов давайте вернем на место ну а сейчас басы в голос вернулись и это хорошо ну а с аттенюатором все ясно здесь просто ослабляется чувствительность сейчас вы стали меня слышать намного тише аттенюатор нам нужен для того чтобы писать сверх громкие источники звука без перегрузов ну и также к этому микрофону в комплекте идет вот такой вот поп-фильтр или ветрозащита прям массивный здоровый поролоновый и также вот такой вот металлический поп-фильтр и по фильтр кстати сделан круто в плане крепежа по крайней мере мне очень понравилось вот так вот это все у нас нацепляется прикольно выглядит и даже эффективно работает но опять же если вы смотрите не первый ролик на моем канале то знаете что я больше приверженец именно нейлоновых поп-фильтров на мой взгляд они меньше искажения дают в звук и напишите в комментариях стоит ли сделать прям детальное сравнение звучание с разными поп-фильтрами металлическими нейлоновыми поролоновыми и так далее интересен ли вам будет вот такой вот нудноватый быть может ролик ну а сейчас мы проверяем эффективность поп-фильтра и сейчас я не сдерживаю себя в плане глухих согласных точнее взрывных согласных p и b и давайте проговорим нашу скороговорку на него билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем и однозначно могу сказать что этот поп-фильтр работает и работает хорошо потому что если мы его сейчас снимем и проговорим то же самое билл гейтсу не понравились булочки выпеченные вы уже слышите что я задуваю в микрофон полностью проговаривать не буду пожалею ваши уши ну и что касается вот этого огроменного поп-фильтра поролонового вот таким вот образом микрофон звучит с поролоновым поп-фильтром тоже спасает от взрывных согласных однако не так эффективно кстати как металлический потому что я слышал что проскользнула немножко и голос становится чуть более глухим и кстати нам же никто не запретит использовать эти поп-фильтры в паре и вот таким вот образом вы можете добиться результата интересного для какой-нибудь озвучки довольно подходящего у вас становится голос чуть более сдержанным на верхах таким более глухим потому что поролоновый поп-фильтр именно вот такого плана который вы надеваете на сам микрофон он в любом случае дает искажение по очаха он в любом случае делает голос чуть более глухим убирает звонкость срезает излишние верхи и так далее и кстати круто что в комплекте есть оба этих поп-фильтра для разных задач мы можем их вот так вот скомбинировать и тем самым не боимся уже задуть микрофон п и б и при этом у нас голос становится более таким глубоким радийным без излишка высоких частот и эссак но сейчас я все таки предлагаю снять этот поролоновый поп-фильтр и получить более чистый звук самого микрофона ну и что касается кстати этого звука то здесь прилагается в документации а чеха этого микрофона и мы можем увидеть что а чеха довольно таки ровная особенно на низах особого подъема нет провала в середине также нет но есть небольшие пики подъем в области 4 килогерц и где-то от 7 килогерц есть прям такая ощутимая полочка на высоких частотах с пиком в районе килогерц двенадцати ну и не отходя от кассы давайте сейчас проведем как раз сравнение с некоторыми другими микрофонами после чего мы оценим как этот микрофон показывает себя на вокале но сейчас мы сравним микрофон так стар с м10 с моим основным микрофоном октава mk 117 микрофоны по обыкновению пишутся у меня сейчас одновременно в две разные дорожки что позволит мне на монтаже переключать звук с микрофона 1 из микрофона номер 2 и какой микрофон сейчас звучит вы по обыкновению будете видеть в углу экрана ну и давайте сделаем сравнение на нашей уже традиционной поговорке билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем вот так звучит микрофон так стар с м10 билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем но вот так звучит мой голос на микрофон октава mk 117 обязательно пишите в комментариях можете прямо сейчас поставить на паузу написать в комментариях звук с какого микрофона вам нравится больше отмечу разницу которую я сейчас слышу в наушниках sm10 у нас более детализированный на верхах это микрофончик немножечко поярче и микрофон октава mk 117 он более богатый на низах и у него получается такой насыщенный прям жирный голос ну и еще один микрофон с которым не захотелось сравнить нашего сегодняшнего героя это комика stm 01 стоимость у этих микрофонов примерно одинаковая и вот сейчас вы можете наглядно наблюдать разницу в звучании этих микрофонов в рамках одного дубля ну что я прямо сейчас слышу в своих наушниках это что комика все-таки более верхастый микрофон именно поэтому мне захотелось их сравнить посмотреть какой из этих микрофонов будет по верхасте потому что октава к примеру она ну прям сильно богаче на нижней середине и низах и прям такой более жирный звук не благодаря этому я думаю она будет выше по рейтингу стоять в микрофонах ну а если мы будем сравнивать микрофоны чуть ближе по характеру звучания то этот с будет немножко интересней и вот сейчас давайте попереключаемся между звуком с микрофона так стар sm10 вы прямо сейчас слышите звук именно этого микрофона и давайте еще раз поговорим нашу поговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем ну и сейчас вы слышите звук с микрофона комика стм 01 тоже прекрасный микрофон как за свои деньги достаточно детализированный такой чистенький звук без излишнего песка как по мне но довольно верхастый и давайте на него проговорим нашу поговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем ну что друзья прямо сейчас вы можете написать в комментариях как вам звучание каждого из этих микрофонов на мужском дикторском голосе ну а мы с вами перейдем к вокальным тестам твои руки на моих плечах и тяжело сейчас принять что это на прощание нет больше нас вместо твоих рук лишь пустота вокруг больше не слышим мы влюблены в тебя сердце стук пусто грустно больно сердце больно пусто грустно больно 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 Ну что, все тесты вы слышали сами. Я надеюсь, вы слушали их в наушниках. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по звучанию данного микрофона. И сразу скажу, что для тех, кто хочет поподробнее оценить звучание каждого из микрофонов, которые принимали участие в ролике, то ссылки на оригинальные WAV-файлы будут в описании этого ролика, ну и также в соответствующем посте на Boosty. Поэтому проходите, все в открытом доступе, без регистрации, подписки и так далее. Проходите, скачивайте WAV-файлы. Там будут как дикторские тесты, так и вокальные, где вы можете покрутить, проанализировать уже своими силами и послушать качество, не пережатое YouTube. Ну и отдельное спасибо за проведение вокальных тестов дружественной студии Amplituda Records. Ссылочка на ребят будет в описании этого видео. Ну и, конечно же, прекрасной вокалистке Катерине под псевдонимом Kama. Она исполняла свою собственную композицию. Если вам интересно следить за творчеством нашей замечательной вокалистки, то обязательно также проходите по ссылке в описании, там будет ссылка на ее страницу. Ну и вот здесь тоже QR-код я выведу. Ну а мы тем временем с вами переходим к выводам. Перед нами прекрасный студийный микрофон, который заточен под голос по большей части, на мой взгляд, но благодаря своей, в принципе, сбалансированной ровной АЧХ прекрасно подойдет и для записи инструментов. Что касается сравнения с теми микрофонами, которые были в TST, я пробил его по спан-анализатору, да простит меня Александр Спирит, это его фишка, как на вокальных тестах, так и на дикторской речи. И здесь мы можем увидеть, что, в принципе, то, что нам и показывал график АЧХ, прилагаемый в документации. Микрофон довольно ровный, однако он несколько поярче в области высоких частот, нежели тот же TAC-55, который был у меня на обзоре. Что касается сравнения с комикой SM-01, комика здесь более яркий микрофон, и по АЧХ, как на дикторской речи, так и на вокале, мы можем увидеть, что прям в области высоких частот у комики значительные такие пики. И по низам комика более, так скажем, срезан. И, кстати, под голос вокалистки, под данную манеру исполнения, на мой взгляд, комика подошел, наверное, лучше всего. Что касается октавы, то здесь октава имеет ярко выраженную середину, имеет ярко выраженные и низы, и верхи. Вообще, в целом, это микрофон более окрашенный. Он не более яркий сам по себе, но он именно такой мощный, мясистый, окрашенный. За что мне, кстати, микрофоны октавы и нравятся. Что же касается Такстара, он находится где-то между данными микрофонами. У него в любом случае более линейная АЧХ, чем у каждого из сравниваемых сегодня микрофонов. По низам здесь, в принципе, тоже хорошо все. И на записи, если записывать на него дикторскую речь, то благодаря вот этим самым подъемам в области высоких частот, вы услышите как будто более готовый голос. И это круто. То есть микрофон для речевых каких-то форматов. Опять же, вы сейчас слышите, как пишет он мой голос вот в таких вот условиях, в которых я обычно пишу голос на свою октаву МК-117. Для речевых форматов он подходит просто прекрасно, его обрабатывать надо будет по минимуму. Что же касается вокалов, здесь на самом деле еще интереснее, поскольку более линейные микрофоны, которые могут казаться более плоскими сразу после записи в сыром необработанном виде, они очень круто крутятся на постобработке. Опять же, вы можете убедиться в этом сами, скачав WAV-файлы и покрутив, пообрабатывав голос. И если по результатам вокальных тестов микрофон октавы, он прям такой окрашенный, сочный, мясистый, более ярким, кажется, на верхах, более там кристальным микрофон комика, а данный микрофон занял позицию где-то между, то во время постобработки вы можете увидеть, насколько проще этот микрофон крутится. Поэтому для записи вокала, каких-то композиций для последующей обработки этот микрофон вам подойдет прям очень хорошо. Ну и опять же, благодаря тому, что у него нет какого-то ярко выраженного характера, этот микрофон универсален к голосам. Так что за свои деньги микрофон прекрасный. Ну и кроме того, у него довольно богатый комплект. Есть на борту аттенюатор, который позволит писать громкие голоса и громкие инструменты. Ну и есть также лоукат, чтобы обрезать низкие частоты там, где они не нужны. И за свои деньги я сказал, сколько он стоит. На текущий момент он стоит 10 тысяч рублей, но это в официальном магазине акция. Вообще он стоит около 12 тысяч рублей. И за этот звук, честно, по моему мнению, это прям дешево. Вы знаете, что я к микрофонам Такстар отношусь очень положительно. И Такстар 55, который был у меня на обзоре, произвел на меня тоже очень позитивное и мощное впечатление. Поэтому здесь, в новой модельке, они сделали микрофон чуть-чуть более приспособленным для голоса, более немножечко окрашенным по верхам. И на мой взгляд, это круто. Ну и дизайн, опять же, мое почтение. Вот такой вот у нас получился обзор. Я надеюсь, он был для вас интересен и полезен. Обязательно ставьте лайк, если это так. Подпишитесь на канал и прожмите колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и также, поскольку мы не знаем, что завтра или послезавтра будет с YouTube, я напоминаю вам о наших соцсетях. Telegram, Вконтакте, Dzen. Обязательно подпишитесь на них, чтобы не потеряться. Кроме того, туда я периодически что-то интересное выкладываю. Ну и также напомню, что все видео я дублирую в ВК-видео, в Dzen, на платформе и на Rutube. Так что можете смотреть, где вам удобнее. Все ссылки будут также в описании. Ну а на этом у меня на сегодня все. До новых встреч, друзья!